Добрый день! Сегодня блог Бывмастера Максима расскажет вам о том, какой брокер лучше, если бывают котировки пятизначные и четырехзначные. Компания, оказывающая брокерские услуги, доступа на форекс бывают самые разные. Но какой брокер лучше? Можно встретить торговые счета, на которых в котировке пятизначные или четырехзначные цены. Давайте возьмем для примера одну из самых популярных среди валютных спекулянтов пару евро-доллар. Ее котировка может иметь вид 1.25104 или быть округленной до 1.2510. В межбанковском обмене валюты конвертируется обязательно с учетом пяти знаков после запятой. Поэтому котировки счетов и цен включают именно пять знаков. Сейчас все чаще встретишь компании, которые предлагают своим клиентам работу на котировках с пятью знаками после запятой. Таким образом, цена торговых инструментов все чаще становится пятизначной. Чем отличается работа с четырьмя и пятью знаками и какой брокер самый лучший? Округление до десятитысячных, понятное дело, снижает точность вычислений. Она могла бы пригодиться тем, кто практикует скальпинг. Если человек, который работает с долгосрочными прогнозами, не заметит разницы между четырьмя и пятью знаками в котировке, то для краткосрочного трейдинга такое округление очень важно. Чем меньше размер сделки в пунктах, тем важнее роль играют знаки после запятой в котировке. ЕЦН-счета предлагает спекулянтам поработать только с пятью знаками после запятой. Это обеспечит максимальную точность значения цены на рынке. С другой стороны, не каждый может быстро переключиться на большее количество цифр. Некоторым трейдерам по-прежнему удобнее работать на счетах, где только четыре знака после запятой. Так удобнее высчитывать уровни и анализировать информацию, которая идет от рынка. Ряд брокерских компаний дает клиенту самому определиться с тем, какое котирование будет использоваться в работе. Спекулянт, который регистрирует депозит, сам выбирает, какое количество знаков в котировке ему пригодится. Таким образом, трейдер сам принимает решение, какого форекс-брокера выбрать. Чаще всего котировки с шестью знаками, в которых пять знаков после запятой, применяются вместе с плавающими спредами. Такая совокупность уже является обычным делом на счетах различных компаний. Комиссия, которая удерживается в каждой совершенной на межбанковском рынке сделки, тоже может быть не фиксирована. Делинговые центры делают все возможное для того, чтобы максимально точно отображать на своих торговых счетах ситуацию реального рынка. Возможно, поэтому компания и старается перейти на пять знаков после запятой. На трейдере эти манипуляции различными торговыми условиями сказываются только положительно. Чем выше точность котирования, тем проще заработать, например, с помощью скальпинга. Тем более точно считается величина плавающего спреда и т.д. Округление рыночных величин цены в результате работы с большим количеством сделок способны сыграть отрицательную роль в определении величины прибыли, которая получается при торговле. С другой стороны, те спекулянты, которые используют в своей стратегии долгосрочные прогнозы, наверняка не заметят разницы во время перехода с одного вида котировок на счете на другой, даже если они будут отличаться количеством символов. Некоторая неточность котирования в сравнении со средней величиной результата по долгосрочной сделке будет списываться на погрешность. Четырехзначные и пятизначные котировки в наше время считаются одного достоинства, но новичку валютного трейдинга может показаться иначе. Он просто испугается непривычного отображения валютной стоимости. А что лучше, четырехзначные или пятизначные котировки? Может ли советник, который создан для одного вида цены, торговать в других условиях или его нужно будет переписывать заново? И наконец, какого брокера выбрать с учетом того, что котировки отличаются одна от другой в десять раз? Будем разбираться. Иногда можно встретить такое определение отличающегося количества знаков после запятой в отображении цены Форекс. Старые и Новые пункты. А что это может значить? Старые – это те, что включают четыре знака после запятой, а новые состоят из пяти знаков после запятой. Вот и разница. 1,2001 – так выглядит четырехзначная котировка, например, евро-доллар. А вот так выглядит пятизначная котировка 1,20015. Как определить отличия между новыми и старыми пунктами? Какие положительные стороны использования каждого вида цены? Конечно, легко заметить, что пятизнак точнее, но учитывая большой объем кредитного плеча, который у многих брокеров бывает в соотношении 1,500, 1,001 почти ничего не решает в плане прибыли или убытков. Однако иногда цена не доходит именно на эту 100,000 до тейк профита, и позиция не закрывается. При торговле с брокером, который предоставляет возможность работать с пятизнаком, такой факт нужно учитывать во время установки стоп-приказов. Если вы торгуете вручную, то уровень тейк профита или стоп-лосса обычно округляется. Это значит, работаем не с 1,25,135, а с 1,25,130. С другой стороны, пятизнак применяется у брокеров дилинговых центров, которые представляют возможность торговать на условиях non-dealing desk. Иначе говоря, сделки выводятся прямо на биржу, а это бесспорно хорошо. Проблема в том, что иногда, устанавливая приказ или открывая сделку на активных движениях цены, мы получаем от брокера информацию о том, что цена изменилась, и вопрос о том, войти ли в рынок по новой цене. Просто мы делали запрос по одной цене, а она в это время уже сдвинулась, изменилась. Это хорошо заметно на пятизнаке. Выход прост. Отменяем свой запрос и входим по текущей цене или дожидаемся чуть более выгодной точки входа. Теперь, когда со старыми и новыми пунктами разобрались, давайте поговорим о советниках. Нужно ли менять код программы для того, чтобы советник правильно работал на тех или иных котировках? Ответ один. Менять ничего не нужно в большинстве советников. Новые советники автоматически учитывают количество знаков после запятой в котировке при выставлении стоп-приказов, отложенных ордеров, подтягиваний тейк-профита и т.д. Некоторые старые советники, их около 1% от всех существующих роботов, нуждаются в том, чтобы в них были внесены изменения в настройки при переходе на пятизнак. Однако это большая редкость. Чтобы убедиться, что сделка правильно открывается и закрывается, и правильно сопровождается торговым роботом, нужно просто поставить советника на демонстрационный счет на какое-то время. Уже после открытия первых прибыльных сделок, можно быть уверенным, что советник отлично торгует на пятизнаке. Что ж, теперь, когда мы точно знаем, что пятизначные, четырехзначные котировки также одинаково доступны у различных брокеров, Осталось только определить, какую именно котировку мы хотим видеть в своей торговой системе. Хорошо, что современные брокеры предоставляют одинаково охотно и четырех, и пятизначные котировки. Вот, например, компания Альпари предлагает нам целых четыре счета. Все котировки у них с пятизнаками после запятой. Вот, например, компания Афорекс предлагает счета Классик, Директ, НДДПро и ИнвестПро. Из них счет Классик торгуются с четырьмя знаками. Остальные предлагают котировки с пятизнаками. На этом сегодня все. Видео было подготовлено и снято специально для блога вебмастера Максима. Ждите новых интересных видео и заходите к нам на сайт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!